Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Амазин Кролеплей 1 серии. У них здесь Кирилл Красава. И сегодня у нас будет тест-драйв BVM3 кабриолет. Эту машину добавят после ГГО в автосалон, она будет стоить 3 миллиона, как я видел на ОБТ сербере. Вот эта машина будет стоить 3 миллиона. Я ее взял, в принципе, я на военной части номер один, я ее одолжил, так сказать. Надеюсь, генерал там и девятки на меня не обидятся, типа что я ее взял. Как бы, я попробую потом выехать, проехаться на ней по городу, а не только по базе сейчас поездить. Посмотреть, что это за тачка, сейчас максималочку ее проверим и так далее. В принципе, давайте откроем капот-багажник. Боже, можно так садиться в него, в принципе. Ух ты, блин, а мотор, кстати, прорисованный, я не смотрел даже. Давайте посмотрим. Мотор даже очень, кстати, прорисованный, более-менее нормально прорисованный. Мне даже очень нравится. Ну, багажник, как багажник, в принципе, машина. Я бы, честно говоря, если такую машину приобрел. У нее задний привод, по-моему. Да, у нее задний привод. Давайте проверим максималку ее. Максимальную скорость, в принципе, сколько она едет. Я, честно говоря, не пробовал. Да, я на нее вообще не езжу, кстати. 104, 109, 114, кстати, 117. 117 километров в час у нее максимальная скорость. В принципе, вот такая вот небольшая у нее максимальная скорость. 104, ой, 114 километров. Ну, блин, довольно-таки, кстати, неплохо, в принципе. Но, если бы она ехала, прикиньте, 150, это было бы, конечно, жестко. Но и 114 тоже хватит. На ней, в принципе, можно дать боком. Даже так неплохо, я вам скажу. Ну, смотрите, просто на изи я, ну, даже вручника не дергаю. Я просто ее раскачиваю влево-вправо. И на ней можно довольно-таки круто дрифтить. Хотя, наверное, это у меня из-за мода Редмира, она так легко дрифтит. Ну, да ладно. В принципе, ну, бочком, я думаю, она тоже сможет раздать. Как бы, поэтому... С вас обязательно лукасы за такой тест-драйв, в принципе, потому что... Ну, я не видел, что бы на ней кто-то тест-драйв делал. Вообще. Сейчас попробуем выехать на ней по-тихому. Не знаю, у нас это получится или нет. Просто если нас парит, что это мы, нам будет плохо. Нам будет очень плохо. Короче, вот я благополучно выехал, в принципе. Ну, не знаю, 3 миллиона она будет стоить. Я не могу сказать, что стоит она ли этих денег. Но я бы, если такую машину приобрел бы. Именно она кабриолет. Кабриолет там на серии, по-моему. Или есть один, по-моему, или вообще их нету даже. Но это именно полноценный кабриолет, вот такой вот. Давайте попробуем поблизорожью проехаться даже. Посмотрим, как она себя покажет. Ну, это реально внедорожник, в принципе. Ой, внедорожник, блядь. Что-то я задумался. Я просто на елик посмотрел и что-то задумался. Это реально кабриолет, в принципе, М3. Вот такая вот красивая красавица, в принципе. Она уже, кстати, давно в модпаке есть. Но, блин, и мы ее разбили уже. Это я молодец просто. Просто я молодец, пацаны. Ну, в принципе, на ней здесь можно проехать. Но машина, как вы знаете, не для этого. Внешне она мне очень нравится. Моделька прорисованная. Косяков по ней я не вижу вообще, в принципе. Вот косяков... Ну, серьезно, косяков таких-то нету вообще. Чисто прикольный такой кабриолетик, BMW, тем более. По-моему, такузов E30, если я не ошибаюсь. Вообще, очень круто выглядит. Ну, серьезно, мне тачка очень это нравится. Не знаю, как вам. Напишите, купили вы бы себе такую машину. В принципе, когда ее добавят на сервер. После ГО. Точнее, ну, когда ГО сделает, у нас же, наверное, будет в автосалоне, как я понял. И будет стоить на 3 миллиона. Если я не ошибаюсь. Ну да, вроде 3 миллиона я смотрел, она будет стоить в BMW M3. Ну, блин. Подобных тачек на сервере как бы нет. Кстати, у нас спойлер был или он только появился? Что-то я не заметил. Ну да ладно. Ну, тачка реально прикольная. Согласитесь? Я думаю, многим нравится этот кузов. Тем более, кабриолет это очень даже необычно. Я никогда кабриолета не видел. На размере у меня же тоже, по-моему, есть BMW в 30-м кузове. Хотя я не уверен, что это 30-й кузов. Это вроде 30-й кузов. И у меня не кабриолет. Ну, блин, мне очень нравится этот кузов, хотя он старый. Я никогда его не любил, но вообще мне нравится этот кузов. Как бы внешне мне он очень даже нравится. Давайте я починю машину, наверное. Все. Вот, поехали. Не, ну круто выглядит. Что-то, зарплата пришла. Да, заебись. Зарплата это всегда заебись, короче. Не, ну BMW выглядит очень даже сочно, я думаю. Максималочка, да, конечно, небольшая, не спорю. 3 миллиона. Ну, 3 миллиона будете платить за то, что это уникальная машина, можно сказать, кабриолет. Таких довольно-таки на сервере очень так мало. Либо вообще нет. Я помню, позже был кабриолет. Либо нет, либо не был кабриолет. Либо был, по-моему, был он кабриолет. Ну, не важно, короче. Поэтому, как-то так. Фары у него нижний светят, в принципе. Ну, блин, злая такая, злая такая бэха. В принципе, я думаю, зайдет она на сервере. Будет такой вам небольшой тест-драйв, в принципе, я не знаю. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.